Также хотелось уточнить по вопросу установки паспорта строительства объекта. Паспорт установлен, ограждение поставлено, баннеры установлены. И все готово было к 6 числу, как и обещали. 6 сентября, 7 числа там планируется мероприятие правительства Москвы. Ну, думаю, мы будем выглядеть не в бледном виде, а соответствовать всем тем требованиям, предъявленным к ограждению участка. Следующая задача, которую нам надо будет в этом участке сделать, это оборудовать выезды, въезд и выезд. Ворота уже установлены. Сложность в оборудовании выездов заключается в том, что там надо сделать помывочный пункт, потому что строительная техника, вся которая оттуда выезжает, ей обязательно нужно мыть ходовую часть, удалять грязь, чтобы не загрязнять дороги в общую пользу. Ну, соответственно, нужно заключать договор, заключаем договор, он уже не заключен. Это с водоканалом на прием стоковой очистки. И только после этого мы можем заходить со строительной техникой дорожной, вывозить то, что порублено. Вот, можно будет завозить и монтировать строительный городок, делать склады, и в том числе и таможенный терминал для приемки всего необходимого для проведения строительства. То есть, поставляемый за рубежом. Но перед этим, естественно, там надо будет еще сделать геологию, перед чем это будет ставить, потому что буровую технику тоже загонять на участок. Можно только в том случае, если мы обеспечим отмывку колес от грязи. Так что, работы ведутся очень серьезно. В этом плане и строительство, как я говорил, это не первый куб бетона вложенный, а много-много других всевозможнейших работ, которые мы ведем. Сейчас у графика работы и плотность работы такова, что каждый день идут планерки. И даже когда я езжаю на вебинар, чтобы провести вебинар, там еще планерки продолжаются, потому что рассматриваются всевозможные технические решения, комплектации, все вопросы, которые возникли в ходе работы, они рассматриваются, согласовываются, идет такой колоссальный объем работы. И порой у нас приходится разводить по разным помещениям различные организации, коллективы, потому что одни приезжают по конкурсам строительства, другие проектные, третьи согласования. Кто-то приезжает по сотрудничеству, по договорам, кто-то находится на этапе предварительных консультаций, кто-то уже на такого намерения, где-то уже предварительный договор и так далее. Поэтому работа идет такая активная и большая. В принципе, уже не раз говорили, что обычно подобными работами в советское время занимались институты, но нам же приходится заниматься всем этим ограниченным кругом сотрудников. Поэтому каждый сотрудник является многостанутчиком, если так образом выразиться. Но пока справляемся. Кроме того, мы сейчас подготавливаем еще несколько рабочих мест, сделали и подготовили одно помещение. Поэтому троих человек еще принимаем на работу. Потому что это требует динамики работы. Один человек идет в бухгалтерию, потому что движение материальных средств возросло. и надо еще же формировать, помимо того, что отчетности, необходимо еще формировать и ведомости покупных, комплектующие оборудования, которые будут входить в состав проекта, здания и вообще всего нашего центра. И они пойдут в основу, в состав документации исполнительной. И состав проекта, то, что само по себе, как я уже неоднократно говорил, тоже будет являться товаром. Потому что документация, проект, он тоже предоставляет коммерческую ценность. И не только та деятельность, которую мы видим по разработке двигатель. Поэтому сейчас как раз мы оборудовали помещение, где будут установлены, собраны шкафы, предоставлены металлические, несгораемые, запираемые, где будут размещаться и накапливаться вся эта документация. Также вы в курсе, что мы выполнили работы по тестации. В лаборатории, в принципе, это тестованные стенды, которые были приобретены, стенды в первую очередь. Они признаны пригодными для эксплуатации. Уполнение работ с установленной точностью. Точность измерения. Также вы в курсе, что мы переводятся в документации эксплуатационной, в программах и методике проведения измерений. Все эти вещи утверждены, утверждены государственными органами. Поэтому мы приглашаем всех желающих специалистов, я имею в виду именно специалистов, те, которые захотели бы опровергнуть наши результаты в гости для проведения совместных испытаний, чтобы могли попытаться опровергнуть то, что мы измерили. Но мы утверждаем, что на сегодняшний день мы разработали и уже готовы приступить к производству двигателей класса энергоэффективности Е3, габаритно, массогабаритных присоединительных размеров, двигателей класса энергоэффективности Е1 с той же самой практической себестоимостью, как и эти же двигатели Е1. Поэтому, уважаемые тролли, милости просим. Естественно, после этого вы должны будете подписать протоколы. Я думаю, что, и более чем уверен, что кишка тонка вам это сделать и признать свои ошибки. Стыдливо промолчите и уйдете в кусты, как это было многократно. Потому что вы способны только уничтожать, уничижать, но не признавать. Этот проект начинался еще в Стаханах, в своем научно-техническом центре КВАНТ. Развивался потом в рамках, в рамках, я сказал, электрующего оборудования. Потом была вообще производственная фирма «Энергия». Вы все силы прилагали к тому, что истребить и уничтожить все это дело. Потому что для вас это было страшнее смерти. Не удалось. И не удалось во многом благодаря простым людям, обморщикам, которым мы дали информацию. Они начали мотать, выполнять эти работы. И когда обращались всевозможные крутые перцы, они говорили, мы знать не знаем вашу науку. Делаем, она работает и получаем результаты. А, науку пишите. Сад. Павел, что-то случилось со звуком или с изображением? Я вижу вас на экране. Вернушка на место. Спасибо. Следующим этапом будут еще более интересные вещи, потому что мы сейчас готовим сертификацию разработанных двигателей в первую очередь. Плюс сейчас ведутся переговоры, ведутся работы по изготовлению опытной партии двигателей 90 сотого габарита на тысячу оборотов в минуту. Сейчас на тысячу, потом на полторы тысячи, потом на три будем делать. Поэтому опытные установочные партии мы готовим изготовить и для того, чтобы можно было отдать их уже в реализацию для подвижения на минуту. Это принципиально. Первая версия обречена Е3. Е4 будут несколько позже двигателей. Также я уже говорил, что мы приступили к тестированию контроллера собственной разработки. Работы пока плановые, никаких ожиданностей у нас пока не возникло. Поэтому мы можем говорить, что контроллер состоялся. И есть большой шанс, что мы его доведем до промышленного образца. В связи с этим можно будет говорить уже о создании полноформатного привода для малых транспортных средств. Это, собственно говоря, комплект мотор-колесо контроллер. Так как мы понимаем, что наш контроллер будет работать без энкодера и без датчика температуры, к нему будет подходить только три фазы провода, мы реализуем следующий этап конструкции мотор-колеса. я думаю, что конструкция не совсем неожиданная, аналогичная, но во многом она не классическая будет. при этом эта конструкция позволит пересмотреть, несколько пересмотреть принципы построения двухколесных транспортных средств с электроприводом. И они уже будут немножко отличаться от тех двухколесных транспортных средств, которые имели своей основе двигателей внутреннего сгорания, были построены на основе двигателей внутреннего сгорания. Для этого, конечно, потребуется еще дополнительная конструкторская работа. Но это уже те решения, которые не являются ни окром, это чисто инженерная задача.